Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает заявлениями из области фантастики утверждение о том, что на юго-востоке Украины присутствует российское тяжелое вооружение. Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию «Карьера де ля Сера». По словам дипломата, международные наблюдатели ни в одном из своих документов не зафиксировали факты присутствия российских войск на территории Донецкой и Луганской народных республик. Стороны в конфликте воюют тем оружием, которое осталось на Украине с момента распада СССР. Кроме того, Киев пытается компенсировать свои потери поставками вооружений, в том числе летальных, из стран НАТО, отметил Лавров. Глава российского МИД добавил, что вопрос о наличии оружия в Донбассе будет снят только тогда, когда удастся полностью реализовать условия минских соглашений, которые включают в себя надежные конституционные гарантии населению на юго-востоке Украины в виде особого статуса региона. Отвечая на вопрос, почему пока не удается реализовать минский комплекс мер, Лавров подчеркнул, что официальному Киеву не хватает для этого политической воли. При этом он заверил, что Россия заинтересована в разрешении конфликта вблизи своих границ больше, чем кто бы то ни было. По его словам, Москва хотела бы иметь предсказуемого и надежного соседа, с которым можно было развивать равноправное сотрудничество. К сожалению, приходится констатировать, что ситуация на юго-востоке Украины остается сложной. Все участники «Нормандской четверки», включая президента Петра Порошенко, выразили приверженность имеющимся договоренностям. Для этого прежде всего требуется проявление Киевом политической воли, которая ему явно не достает. Украинская сторона не спешит действовать в логике достигнутых договоренностей, на собственный лад переиначивая итоги нормандских встреч, в том числе на высшем уровне. Подобная практика подрывает общие усилия в направлении окончательного регулирования, заявил глава российской дипломатии. По его мнению, реализация Минских соглашений произойдет, когда украинские власти осознают необходимость выполнения своих обязательств, предоставления Донбассу особого статуса, проведения в регионе местных выборов, осуществления амнистий и конституционной реформы. Напомню, речь идет о классических европейских ценностях. Граждане должны иметь право на местное самоуправление, изъяснение и обучение на своем языке, жизнь по своему укладу, резюмировал Лавров.